То, как я вам буду это рассказывать, что я буду вам рассказывать, как я буду рассказывать, ну, собственно, в этом есть определенная цель, чтобы вам это зашло, как нормальным тихдарям. А дальше уже каждый сам для себя решает, как вот эта информация распорядиться. Значит, начнем с базиса. Так, те, кто у меня учился, да, так сказать, может быть, это помнят, но поэтому молчат, да, Сергей точно молчит. Сергей это, наверное, слышал. Всем остальным, да, так сказать, ребята, в чем отличие поделки от изделия, ну, с точки зрения информационных систем? Поделка это разовая, скажем так, кустарная вещь, и стилии это, как бы, стандартизованные элементы. Не, не, это продукт, стандартизованный продукт, как правило, пособие, ну, говоря, на конвейер. Распроизводимый, одинаковый, идентичный, ну, я не знаю, ну, микроб. Очень правильное определение, да, вот этой разницы, да, я его просто расширю, да, так сказать, надо его обрамить определенными вещами. То есть, когда мы говорим информационная система как изделие, мы говорим, что ее создают по некому, да, так сказать, техническому заданию, да, формализованному документу, который обычно является приложением к какому-то, там, не знаю, юридически значимому договору. Мы сейчас сразу же будем запихивать туда какие-то, да, англоязычные термины, ну, и соотносить это с нашими, с российской терминологией. Например, в техническом задании, ну, кроме сроков изготовления этого изделия, там, бюджета, их просто опускаем, мы обычно фиксируем что? Функциональные требования, functional requirements, да, это, кстати, что? Что подразумевает вот функциональные требования к этому изделию? Что делаем? Да, какие услуги ей предоставляет? Ну, там, я уж уточню, упрощу. Что такое контрольная категория? Control. Требования к мере контроля, которые должны быть реализованы, да, так сказать, в этом изделии. Относительно рисков, там, безопасности, неприятности бизнеса, да? А что такое категория требований под названием assurance? Assurance, assurance, assurance. Гарантии какие-то, главное, что... А другими словами? Уральность тоже. Не-не. Тимур, я тебе говорю, я тебе сейчас делаю охрененную и профессиональную синтему. Что же, соответствует тому, что делаешь? А ты говоришь, знаешь, Кузьма, я, конечно, тебе верю, ты хороший чувак. Ну, я в ТЗ потребую от тебя разработать и реализовать программу методику испытания, которая докажет, что то, что ты вот там слепил мне за мои бабки, да, оно как бы соответствует тем требованиям, которые мы тут с тобой согласовали. Ну, только от личной программы, только подтверждение... Только по моей, ну, по-нашему, да, так сказать? Ну, я очень не прощаю, но это здравый смысл. Только этот здравый смысл, он вам, технарям, он понятен, да, так сказать? А коммерсом зачастую, обычно, это вообще вот это вот. Идешь в специальное управление, он там заказал в Германии какую-то бэху там, кастомизированную со всеми сетями, кожаный салон, еще какие-то там фентеблюшки. Так вот, у него в этом договоре, ну, с производителем, уточнено, что вот он приедет туда, на этот трек, там сказали, что он до 100 км в час. За три секунды, да? Он говорит, я сейчас сяду, втоплю педаль в пол и проверим, три секунды или нет. А если нет, ну, блин, там неустойки и так далее, не приму работать, да? Так вот, когда та же самая ситуация идет про информационную систему, да, там, большой генерал подписывает вот эти акты, да, там, и что там, как там, ничего не убеждается, это известная проблема, но не суть. То есть изделие начинается с ТЗ. Не будем говорить сейчас про задание на разработку ТЗ. Вообще, сформулировать ТЗ, это вообще уже капец, если честно. Это такое испытание, да, на более-менее сложную информационную систему. Но у меня про это ужасное количество печальных анекдотов из жизни, поэтому пока не будем. Окей, по вот этому ТЗ, в рамках какой-то конкурсной процедуры, да, выбирается какой-то подрядчик, правильно? Что это за конкурсная процедура? Ну, меня это не волнует, да, но главное, что, как бы, вот есть некая конкурсная процедура, есть какие-то потенциальные подрядчики, исполнители этих работ, которые предлагают свои, там, не знаю, технико-коммерческие предложения, да, так сказать, по вот реализации, по решению моей проблемы, сформулированной в ТЗ. Кстати, на английском языке, как вот эти вот, есть аббревиатуры, которые, ну, соотносятся вот с технико-коммерческими предложениями? Верно. Request for proposal, а есть еще request for information. Ну, если так разницу сказать, RFI, ну, мягко говоря, ни к чему не обязывает. Ну, что вы там, что предлагаете, да, так сказать? А вот RFI, это, ну, по сути, да, вот мы уже, как потенциальные заказчики, вот этому потенциальному исполнителю говорим, ну, вот ты вот участвуешь в конкурсной процедуре, вот уже мы ему что-то обязаны рассмотреть его, там, предложение, да, и какой-то ответ, заключение, да, там, согласны, не согласны, участвуешь, не участвуешь, что-то такое, да, там. Окей. Собственно, предположим, какой-то подрядчик, вот, в рамках своего технико-коммерческого предложения, он, как бы, там, ну, вот он нас устраивает, заключили с ними юридически значимый договор, там, понеслась. Ну, опять же, здравый смысл подсказывает, что, как бы, все бабки ему давать, ну, как бы, глупо, сразу же, что сплошь и рядом, да, так сказать, происходит. Мы говорим, давай так, вот, разделим всю твою работу на определенные этапы, да, вот поэтапный у нас вариант взаимодействия. Например, на первом этапе, раз уж мы, как бы, с тобой договорились по-серьезному, да, там, взаимодействовать, ты занимаешься, ну, тем, что по-русски называют проектирование, ну, то, чем я занимался, я участвовал во многих неокрах, научные, исследовательские, опытно-конструкторские работы, где, простыми словами, да, так сказать, есть, там, группа инженеров-конструкторов, под руководством некого, там, главного конструктора, или, там, архитектора, да, и они, они ничего не пусконалаживают, они ничего там не... они разрабатывают некий пакет документов, в котором описывают технологию изготовления этого изделия, это то, что как раз Алексей говорил, в промышленной, фактически, масштабе, ну, как бы, давайте назовем это конструкторской документацией, описывают технологию эксплуатации этого изделия, ну, и обслуживания, ну, назовем это эксплуатационной документацией. И за дот, так, между прочим, не забыли про программу медудикового испытания, да? Потому что за дот эту программу медудикового испытания разрабатывают, да? И вот это все описывается в неком пакете документов. В англоязычной терминологии это обозначается, ну, первым, просто термином design documentation. Ну, а вот здесь мы описываем некий первый этап жизненного цикла информационной системы, как изделия, на котором вот эта группа инженеров-конструкторов под руководством архитектора выполняет вот эти функции design plan. Вот у меня заканчивается первый вот этот этап. Ну, собственно, что? Давайте проводить приемо-заточные испытания. Давайте в рамках разработанной и согласованной с нами программы медудики испытаний вы, подрядчики мне, заказчику, докажите, что вот этот пакет документов верен, он соответствует требованиям ТЗ. Там же в ТЗ можно было страшные вещи написать. Можно было сказать, а давайте-ка мы вообще вот это все будем делать и оформлять в соответствии с 34-й серией ГОСТов на автоматизацию еще советских, да? Вот так, чтобы не... Сергей, нет. Это, в общем случае, идеальная картина мира, да, это вот такая, которая, если честно, крайне редко встречается. Поэтому вот если, если, если по твоему опыту это везде, то я только рад за тебя, потому что у меня это вызывает просто постоянную боль. Вот. Ну, не суть. Что-то не так. Представители заказчика, представители исполнителя зарабатывают. Не примем, акты не подпишем, бабок не будет. Ну, в общем, пока не исправите. Предположим, исправили, все устраивает, да, так сказать, вот зафиксировали здесь в акте, да, так сказать, закрытие, завершение вот этого этапа. Зашибись. Теперь мы говорим, ну, наступает этап внедрения или пусконаладки, да? Пусконаладка или внедрение. По-английски используйте термин implementation. Здесь обычно уже другая группа спецов. Там инженеры-пусконаладчики под руководством некого там ведущего инженера. Руководство есть вот этой конструкторской частью, да, документации. Они занимаются установкой, какого-то же железа, софта, да, так сказать, настройкой. А также, да, так сказать, потоковым вводом в эксплуатацию, да, есть вот слово, деплой такой, да? Они же в соответствии с конструкторской документацией. Не какие-то там инженеры пришли и что-то на убум стали что-то разворачивать, да? Есть технология изготовления промышленного этого изделия. Она описана в документах, ну, практически пошаговой инструкции. В строгом соответствии с этой технологией инженеры-пусконаладчики, которые умеют читать эти инструкции, да, они как бы создают вот это изделие, да. Предположим, они вот эту вот пусконаладку завершили, вот, заканчивается здесь этап, ну, что, погнали опять. Программа методика испытания. А вот теперь докажите, что то, что вы собрали, соответствует требованию ТЗ. Что-то не так? Дорабатываем. Денег не будет, да, пока не доработаете. Ну, то есть, эта история повторяется. Окей, доказали, что все хорошо, все норма. То есть, по сути, в соответствии с этой конструкторской частью этого пакета документов, наше, да, так сказать, изделие было создано и было доказано, что оно соответствует тем требованиям, о которых мы изначально, да, так сказать, в ТЗ указали. Дальше изделие передается в эксплуатацию. В эксплуатацию и обслуживание, да, давайте так вот. По-русски это будет эксплуатация и обслуживание, а по-английски мы будем использовать термины, например, там, manage, maintain. Здесь у нас будет администрирование, support. Здесь у нас будет мониторинг состояния изделия. Поиски и устранения неисправностей, оптимизация. И в ИТА, мы говорим, есть третья группа, да, так сказать, спецов, их называют администраторы системные. Обычно это персонал заказчика, ну, хотя не обязательно, которые руководственность уже эксплуатационной документации, да, там, эксплуатируют и поддерживают это изделие в работоспособном состоянии. То есть, опять же, они делают это не на убогу, не как бог на душу положит, а им при вводе в эксплуатацию дали не просто логины и пароли на какие-то консоли и сказали, а дальше вы как сами по себе. А выдали исчерпывающий пакет эксплуатационной документации. Как это изделие, ну, это что-то простое, включать корректно, как его останавливать, как резервное копирование, как восстановление, то есть, как типовые процедуры, да, так сказать, которые ежедневно там или по требованию исполняют, в работоспособном состоянии, в работоспособном состоянии, как они должны быть выполнены. Все написано на бумаге. Идеал. Ну и обычно, когда, да, так сказать, изделие передают в эксплуатацию, ну, обычно исполнитель работ, ну, например, в нашей темноте, обычно там системный интегратор, он заключает заказчику какое-то договорное сопровождение какое-то, да, так сказать, и в этом договоре обычно, да, так сказать, оговаривают какие-то вещи, глобальные, там, типа, там, через три года, или раньше, если этого, да, так сказать, бизнес заказчик закончит, то там мы перейдем в начало вот этого цикла, да, и там дальше согласуем вот эту ТЗ-версию, там, 2.0, и пойдет по кругу вот это удовольствие. Когда там через, там, какое-то время изменятся, там, не знаю, какие-то требования у бизнеса, у заказчика, да, так сказать, и уже не будет сил их, да, так сказать, темно-довлетворить, не вопрос, да, инициировал этот цикл задово, и в свете того, что это у нас изделие, а не поделка, нам не надо вот это все кшер-той бабушке будут выкидывать и делать задово, мы можем доработать уже существующие изделия, потому что понятно, как оно устроено, понятно, как оно управляет, как им управлять, как вносить в него изменения так, чтобы эффект от этих изменений был, ну, как минимум, не отрицательным, да, как максимум положительным, да. Все здраво, это как здравый смысл звучит, это какая-то вот, ну, мягко говоря, вот, что я вам рассказываю, да, но этот здравый смысл в реальной жизни обычно не работает, потому что, потому что, либо это, либо вводить в эксплуатацию, да, так сказать, информационная система, как изделие заставляет закон, ну, как в случае с Министерством обороны нашим, да, или там с атомной промышленностью, он говорит, ну, только в виде изделий берем на вооружение, либо закон не заставляет, а дальше уже, как бы, вот, вот, сидит среднестатический генерал, да, генеральный директор, да, так сказать, и там ему вот это все вот, как бы, пофигу, да, и вот таких примеров, когда пофигу, да, их миллион, а результат очень простой, если вот вот этой фазы нет, если нету вот ТЗ, нету этапа проектирования, а сразу же начинают, а давайте купим кучу железа, кучу лицензий, придут какие-то люди, что-то там соберут, это, в лучшем случае, это будет поделка, она тоже, может быть, какое-то время еще поработает и будет делать что-то, но любое изменение в этой поделке, внести, да, так сказать, беря ответственность за последствия, ну, как бы, уже не получится, потому что совершенно непонятно, к чему они придут, как оно устроено, ничего не описано, когда вот требования, да, так сказать, вот эти внести изменения или что-то тут починить, если оно что-то не работает, достигает, в общем, критичного уровня, проще все, что это бабушки, вот, снести и построить заново, чем у нас, в общем-то, и сплошь и рядом компании и множество госструктур занимаются, да. Самое интересное, что вот эта проблема, она не каунтри-специфик, она не только для России характерна, она характерна для, вообще, для всего мира, либо закон заставляет информационную систему это изделие ставит на вооружение, или все живут как Катя, вот, то есть, в этом плане мы, как бы, мы не какие-то ущербные, да, мы такие же ущербные, как все остальные, да, все там идиоты, вот. Хорошо, людям с техническим образованием, с техническим складом ума, это вот, как бы, ну, Кузьма, ты тут что-то базис какой-то рассказал, это все фигня, а коммерсантам, не техническим, это, как бы, вот, абсолютно не очевидно, да. Хорошо. Хорошо. Идем дальше. Собственно, стираю это дело, да, так. Идем дальше. Это факт номер один, который вы, вот, если не знали, да, так сказать, или как-то сами про себя не произносили, вы, как бы, теперь он у вас, вот, как лампочка горит в голове. Факт номер два. К началу 70-х годов прошлого века, ну, не у нас, на Западе, да, это же, все виды экономические деятельности, ну, в принципе, подлежащие автоматизации, были уже автоматизированы не раз. То, что я сейчас сказал на словах, я вот, как бы, предлагаю визуализировать следующим образом. Вот есть какая-то коммерческая организация, я говорю, бизнес. У этого бизнеса есть экономическая модель, которую можно описать на языке бизнес-процессов. Я не говорю, что это плоский список, да, перечень бизнес-процессов. Я просто говорю, что любую экономическую модель, да, любого бизнеса, можно описать на языке бизнес-процессов. Дмитрий, приведите, пожалуйста, пример бизнес-процесса, чтобы мы тут не потерялись, да? Просто какой-нибудь бизнес-процесс. Пример. Ты чего ходишь? Подбор там кандидата на вакансию. То есть все можно описать на языке бизнеса, любой бизнес. В то же самое время вы понимаете, исходя из этих определений даже, что бизнес-процесс это своего рода высокоуровневая абстракция, которая реализуется усилиями персонала компании Workforce, ну, которому для исполнения нужных обязанностей нужно какое-то рабочее пространство Workspace, а для более эффективного исполнения нужных обязанностей, ну, обычно, да, так сказать, используются средства автоматизации бизнес-процесса в виде сервиса к информационной системе. Вот там продажник что-то продавал, да, так сказать, без помощи услуги информационной системы, я ведь не знаю, CRM-решение, да, а тут ему вот эту CRM-услугу выдали, да, и его эффективность как-то повысилась. Эффективность в части реализации бизнес-процесса в теории. Ну, как эта эффективность там измеряется, как, ну, это третий разговор. Ну, в теории, да, суть автоматизации, почему бизнесу вот это вот IT вообще нужно, да, в том, чтобы автоматизировать бизнес-процессы, да, и тем самым выполнять их более эффективно. Я вам пишу, в чем, как, вообще отдельная песня, нам главное вот эту саму терминологию, сам подход, да, так сказать, взять. Если говорить про степень автоматизации бизнес-процесса, потом говорят, ну, когда вот требуется совместное, да, так сказать, действие человеческой составляющей, человека и сервиса информационной системы, машины, да, то, говорят, бизнес-процесс частично автоматизирован. А, например, когда вообще там человеческая составляющая вообще не требуется, да, то, ну, нафиг, ну, говорят, стопроцентная там степень автоматизации бизнес-процесса достигнута. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но тенденция-то как бы, да, там, идет к тому, что значительная часть бизнес-процесса, да, так сказать, уже там, если не полностью, то уже частично автоматизировано, это как бы вот всех устраивает. Хорошо. Так вот, с чего я начал? Я сказал, что к началу 70-х годов прошлого века все виды человеческой деятельности, ну, все практически, да, то есть бизнес-процессы на тот момент известные, которые составляли экономические могли бизнеса, были уже автоматизированы, да, так сказать, и не по одному разу. То есть были системные интеграторы, которые там потоком автоматизировали деятельность банков, ритейла и так далее, и так далее. И вот эта вот, в целом родом, проекция, да, там, экономическая модель бизнеса на математическую модель информационной системы, ну, которая здесь вот представлена в виде какого-то набора сервисов, черный ящик, который услуги какие-то предоставляет, было сделано уже не раз. Системные интеграторы, которые им занимались на промышленной основе, потоково, да, они вели вот эту вот, в каком-то смысле, статистику, вот какая была экономическая модель бизнеса, а какая получилась математическая модель информационной системы. Кстати, почему я говорю математическая модель? Потому что если все по-честному делать, да, то здесь у меня какие-то информационные системы, да, это, так сказать, машинная часть, предстоящая какие-то сервисы, это вот представлен в виде каких-то субъектов, взаимодействующих с какими-то объектами, да, так сказать, по вопросам хранения, обработки, да, так сказать, передачи каких-то информационных ресурсов, ну, то есть там, по сути, понятия из математики, да, так сказать, используются в идеале. Так вот, как я уже сказал, к началу 70-х годов вот это все уже было автоматизировано уже не раз. Те, кто профессионально и промышленным образом занимался автоматизацией, да, они анализировали статистику, что было на входе, что получилось на выходе. И где-то к концу 70-х годов прошлого века появилась гипотеза, примерно. Звучала она следующим образом. Системный подход к созданию информационных систем, как изделий, да, предполагает, что, да, ТЗ, проектирование, а потом после выпуска наладка, а потом обслуживание, ну, то, что мы там раньше рисовали. И это, мягко говоря, такая трудозатратная и сложная деятельность. Вот если сказать вот от точки А, когда формируется ТЗ, до точки, там, Б, когда вот это изделие вводится в эксплуатацию, ну, обычно, ну, опять же, это средняя температура по больнице, могут проходить месяцы, а то и годы. Потому что здесь очень много, как это, human-to-human communication, межчеловеческие взаимодействия, бюрократии и так далее, без которой никуда, так сказать, не деться. Потому что, еще раз, формализованный подход, системный, сначала напиши, что собираешься сделать, а ну, сделай по написанному, иначе пипец, да, то есть, контроль теряется, какая-то определенность и предсказуемость вообще теряется. Ничего не оценить, ничего не понять, ничего определенного нет. Да? Так вот, к концу 70-х годов, в прошлом веках, появилась гипотеза, которая звучала следующим образом. Ну, наверное, можно сделать информационную систему, которая будет сама взаимодействовать с бизнесом, которая ей на человеческом языке будет коммуницировать свои бизнес-ниц, свои потребности, переводить эти бизнес-ниц человеческого языка на язык, ну, технические спецификации, читай, ТЗ, и порождать по результатам этого ТЗ другие информационные системы. Я использую такое словосочетание для запоминания простого. Роботы делают робот. Я хочу сделать информационную систему робота, в которой могу сказать, вот, пускай бизнес к нему ходит со своими хотелками, пускай он эти хотелки туда коммуницирует, а робот сам эти хотелки на язык технических спецификаций приведет и сам создаст робота-помощника для вот этого, да, так сказать, бизнеса там. Ну, вот, простая идея. Эта гипотеза была. К концу 70-х годов, да, так сказать, прошлого века, она появилась. И, ну, по сути, чтобы вы понимали, потребовалось порядка, там, 20 лет, чтобы эта гипотеза трансформировалась в теорему со строгим математическим доказательством, которое, по сути, сделал Национальный институт стандартизации технологии США. И, мало того, эту теорему со строгим доказательством, вот этот низ, опубликовал в виде, так называемой, эталонной клауд-референс-облачной модели. Ну, типа, налетай народ, да, подешевело, да, мы тут секретов никаких не держим. И сделано это было, ну, по сути, к концу 90-х годов. Продолжение следует...